У меня в руках Navi-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автограф игроков CS-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Navi-карту от Тинькофф. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Navi по мобайл. С вами, как всегда, Яна, вся наша команда и эта игра «Я никогда не». Наверняка уже раньше играли в дружных командах. Да, очень часто мы играем в дни. Никогда. Я очень рада. То есть сейчас спидран по слову нет, да, будет? НО! 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 Итак, первое. Я никогда не сидел на диете. Ну, нет. Да, я никогда не сидел на диете. Никто не сидел на диете ни разу? Сидел я. Расскажи, пожалуйста, Дима, как ты сидел на диете? Не, я просто не знаю, что рассказывать. Ну, типа, сидел на диете, скинул килограмм пять, просто меньше хавать начал, не заказывать ничего и потом диета закончилась, опять начал много кушать и опять набрал. Получается, такая сидиета. Временная диета, да, произошла. НО! История. Я никогда не имел паранормального опыта. Ну, я не знаю, как это ответить. Я в детстве боялся по ночам, когда света нет, бегать от туалета до спальни. Я могу, я могу рассказать историю, но она будет на минут пять, наверное. Ну, вот такое. Классика. Скажу, мы, короче, с моими двумя друзьями сидели и когда летом отдыхали в Турции, шел какой-то инд. Короче, шли на минус первый этаж отеля, там всякие, знаешь, типа бизнес-залы, кинотеатр, там вот такие всякие вещи. Идем, и я слышу какой-то, ну, детский смех, типа, в три часа ночи. Просто сзади нас, такой, причем очень странный такой смех, типа, ха-ха-ха-ха. Мы вообще были, что там сзади было. Ха-ха-ха. Ладно, вырежем. Я никогда не прыгал с крыши. Ну, крыша гаража считается? Считается. Не, ну, я прыгал с тросовоаннаторной будки в детстве. Ну, в детстве, да, я прыгал. По гаражам все прыгали. Ну, да, по гаражам. В детстве. Не знаю, я вчера с крыши прыгал. Я с утра. Сколько это же было? В продолжение этой темы я никогда не ломал кости. Нет, я ломал много раз. Я никогда не ломал кости. Матик, ты ломал? Да, много раз. Руку, ногу, пальцы. На ноге был двойной перелом, когда нас машина с братом сбила в детстве. Один раз на физдере вообще встал на волейбольный мяч, сломал ногу. Хорошая идея. Хорошая идея. Вот это разрывная была. Не, у вас никогда такого не было, что вы пытались на мяч вставать и на нем устоять. Одной ногой. Было. Вот. Я вот так вот пытался устоять, и у меня нога просто под мяч заехала. Я себя вот сломал пятую плесневую. Я вот вчера для военкомата открыл медкарточку, которая до 17-18 лет ведется. Там столько всего написано. Я не знаю вообще, как я на ногах хожу еще. У меня, короче, есть хулстори, но не про перелом, а про гематому. Короче, когда мы еще были в тимьяник, ситуация такая произошла. Я не пошел на медиа-день, потому что отравился. Там просто снимали какие-то приколы с электрошокерами. Ну, вы знаете, да, эти отравления? Спустя, короче, время. Ну, я проголодался уже, да, когда это все из меня вышло. Доставку еды заказал, да. Вот. И, по-моему, то же самое, от которой отравился. И когда, короче, пришел курьер, я побежал вниз, а мы, получается, на втором этаже жили в комнатах. Я побежал, короче, вниз, за доставкой. Я уже был уверен почему-то, что лестница закончилась, но, оказывается, там еще одна была ступенька. И я в эту ступеньку, короче, падаю внешней стороной ноги. И у меня просто после этого такая гематома именно оттуда выскочила. Я просто прискакал. У него нога была, как голова Винни-Пуха. Да, да, да. Короче, нога просто реально отпухла очень сильно. Я в свое время сломала себе палец, причемив дверью. Я вырвала полностью себе ноготь. У меня лопнула шланга. Кстати, кто сколько раз себе вот был такой-то, что ногти, ну, ударяли там на большом пальце, на руке, ноготь? У меня ни разу не было, я вообще это, я вообще это просто боюсь. У меня раза два, по-моему, было. Ну, я не отрывал. Я чисто мизинцем бывал, оцеплялся, знаешь, там, уголки какие-то. Мне никогда не приходилось бежать, чтобы спасить свою жизнь. Ну, я в детстве, честно, от собак убегал, и не только от собак. От кого еще? От медведей. Ну, я не знаю, а бомжи-то считаются как образа жизни? Когда вы бомбочки в колодец кидали, а потом убегали от них. Колодец, это ты как-то их так жопу зауалированно назвал или что? Нет, нет. Не, Матюк, знаешь, я просто представил такое же видео бомжей, они такие, а считается, когда дети бросали вас бомбой? Подожди, они в колодце сидели? Да, у нас были колодцы, ну, колодцы, которые были просто открыты, через которые просто трубы проходили, там было тепло. У вас это не колодцы, коллекторы. Просто если бы я бы бросила в колодец бомбочку, и из колодца бы вылез бомбыш и за мной побежал бы, это как фильм-звонок какой-то, я не знаю, выглядит в моем познании. Мы просто это называли тоже колодцы. Там просто если, ну, если бомбочку кидали в колодец, там просто рип-гагэ моментально. Ну нет, там, короче, просто была такая обитательная постройка, через которую трубы проходили как бы в другой двор. Я просто представляю, представляю, как крипово, когда ты, когда ты знаешь, вот сейчас я скину картинку, когда ты вот туда просто смотришь, там сидит бомж. И он вылазит, и он вылазит перед тобой. И он, и он просто по стенкам вот эти четыре руками-ногами. И стоишь за тобой лишь. Я никогда не дрался с лучшим другом. Не шутка? Не было, у меня его не было. Ну, было когда-то. А чего дрались? Да, я не помню уже, там, что-то просто, не знаю, спили слово за слово. Подрались, потом... Медалист берет. Нет, Динар Харьков берет. Вот знаешь, есть такая фраза, ну, это просто фраза, скажем, взята. Беда из-за девочек. Вот там ситуация реально была просто тупо из-за девочки. Нам нравилась одна девочка, вот. Мы с ней общались, типа, но она, короче, пускала сплетни про меня одни ему, а, типа, соответственно, ему про меня другие. И, типа, вот это все взяло какой-то накопительный эффект, ну, это было там лет, может, 17, не знаю, может, раньше. И потом, типа, мы слово за слово зацепились, там, что-то подрались, а потом оказалось, что это все девочка выдумала. И, короче, закончилось это тем, что девочку мы... Я никогда не был в неловком видео, которое было загружено на YouTube. Я постоянно... Он нам скидывает только в ВК. Знаешь, два крижовых видео, которое было с нами, Олд? В Саудовской Аравии, когда к нам камеру приближали. Когда мы под солнцем стояли. Никого недооценивать. Наша команда ТВник, мы являемся... А второе видео, это для матч ТВ. Интервью, где на лужайке чел подходит к камере, а мы в это время за его спин-офф четвером в телефонах стоим. Это перевернуло всю игровую индустрию. Охахаха! 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 На меня никогда не нападали собаки. На меня нападали. На меня постоянно нападали, я же взрыв не живу. Я даже... Я даже помню, короче, пацаны, вы помните, когда мы с Мяку сидим в Дискорде, вот Смяку что-то говорит, то ли в магазин, то ли куда ходил. Он еще с Дискорда вышел там на время, потом зашел и говорит, у меня тут собаки, ну, как бешеные, бананы. В детстве, ну, у нас, получается, такие дворы, то что на связи с ним, где собаки выходят, и там сидят какие-нибудь бабушки со своими собаками, какие-нибудь маленькие вот такие псины противные, которые много гавкают, и к ногам подбегают, укусить пытаются. Меня один раз укусило, ну, я часто через этот двор ходил, потом, когда они подбегали, я их так просто пинал немного, и на меня кричали бабушки тоже, что ты собак обижаешь. Я никогда не просил у Мяку ноутбук, чтобы посмотреть сериал. А что, была такая ситуация, да? Я просто знаю. У меня такой не было ситуации. У меня тоже не было. Серег, я могу удушать. У меня такой не было. Да и усадь не было. Так, вот бы у тебя была такая ситуация? Не, пацаны, не было, не ровно. Я никогда не запинался или падал из-за того, что я смотрел телефон на ходу. Нет, я запинался или падал на асфальте без телефона. У меня было, я, короче, был в Турции. И как-то раз, зали в телефоне, просто идя по тротуару, и просто через секунд двадцать в столб врезался, засмотрелся, и просто отлетел от него и упал. Но еще так, я не шел, я еще бежал. Мяку, ты никогда не падал? Не-не-не, я в телефонах обычно, когда залепаю, у меня тачки двигают на дорогу. Я, кстати, заметил то, что люди в больших городах, где есть метро, начинают обладать таким скилзом, когда они могут смотреть в телефоны и обходить всех людей. Ты, Серег, никогда не замечал, когда в метро катался? Я так умею. Ты просто вот идешь, смотришь телефон, и ты обходишь все равно всех людей, которые вокруг, и ни во что не врезаешься. И все так идут. К реферийным зрениям. Я никогда не убегал от полицейских. Я убегал. Я тоже убегал. Рассказывайте. Ну мы по заброшкам бегали, там фараоны прибежали, мы от них дали дыру и все. Фарики. Фараоны. После этого Мяку в пензе просто сидит дома, неужели. Я бегал от полицейских, когда мы были в Киеве. Мы приехали в Киев, там в каком-то там классе. И когда у нас оставалось час, буквально два до поезда, нам сказали, типа, мы были вот в ТЦ галерее, и купили, короче, мячик для регби единичку, который такой, знаете, маленький прям. И мы что-то кидаем, кидаемся этим мячом. И нам женщина говорит, типа, мальчики, тут вообще-то камера стоит. Вы сейчас стекло попадете, разобьете, и что потом делать будете? Типа, ваши родители платить за это будут. Там буквально через пять секунд я кричу, там у нас был парень такой, Родион безбашенный. Я ему кричу Родион, типа, лови крученый. Закрутил мне этот мячик для регби, он крикнул, ща отобью ногой. Он как, ну, ударит ногой по этому мячу, и мяч прям идеально, знаешь, я вижу, как он летит в это стекло, и прям он идеально проходит сквозь него. Он как летел, так и летел дальше, и стекло как бы, оно стоит на месте, а потом так вниз прям падает. И все, и мы как побежали, а там еще, короче, у этого входа была лестница огромная вверх. И это очень тупо, наверное, выглядело, потому что мы очень медленно вверх бежали. И потом там, ну, полиция за нами бежала просто по этим. Перерывами отдохнуть, передышаться. Ну да, ну там реально, там реально ступенек 100 было, наверное. Ну, без шуток, если. Вот, и мы, ну, побежали просто по метро, там, бегали от них. Там такой подземный переход прям рядом. Мы прям по этому подземному переходу петляли все вместе, потом встретились. Я никогда не был на Tinder-свидании. Никогда не был на Tinder-свидании. Я тоже не был. Я тоже не был. Да, сейчас магии не хватает, слышишь, Серег? Чтобы он рассказал историю. Не-не, почему? Почему? Я вообще, ну, короче, я пользовался Tinder-ом по приколу. То есть у меня никогда не было конкретной цели, там, с кем-то познакомиться или так далее. Я просто себе поставил какую-то... Ну, подожди. Не-не, окей. Я могу потом, может быть, покажу тебе. Ну, либо сейчас, если найду. Фотку, какой у меня профиль был. У меня там было, типа, описание New Vip, Scur, Scur и что-то такое, короче. Я не помню, с кем это было, но мы сидели и свайпали, типа, пять свайпаем вправо, одну влево. И так вот делали постоянно и смотрели, кто попадется. Вот. И, типа, я такой сейчас с Дианой познакомился, если что. Поэтому, фактически, на Tinder-свидании я был. Я никогда не пробовал кошачий корм. Я пробовал. Пробовал. Я нет. Тоже нет. Не, я не пробовал, но нюхал его очень много. Я нюхал и думал, как кошки это едят. Ну, вот, друзья, не такая же история была, а такая, типа... Блин, почему они с таким аппетитом это едят? Там, в детстве, знаешь. Надо попробовать. В детстве, в детстве лет в семнадцать. Хорошо, меня никогда не кидали на деньги. Что, кого-то скамбили, пацаны? Ну, нет, ну, смотри, а что значит кидали на деньги? Вот если ты одолжил кому-то сто рублей, а потом тебе не вернули сто рублей, ты считаешь, что я на деньги, да? Ну, давай будем брать что-то глобальное, типа, мошенники, обман, когда ты там что-то купил. У меня была история, когда меня хотели, типа, заскамить, но не получилось. Типа, кошелек из кармана вытаскивали. Ну, я, типа, свалил человека, и вот он, типа, знаешь, в такой немогкой ситуации перебывал со мной. Когда мы переглянулись... А потом вы поцеловались себе, правильно? Ну, Серега, практически, только в твоей фантазии. Матик, что ты там хотел рассказать? Да, это там вообще долгая история, ну, прям очень долгая, поэтому просто, ну, дай меня один раз заскамили на телефон, и все. Ну, Матика новый, да? Мамонтик. Да, да. Ну, там такая схема, что, мне кажется, любого будет заскамили, кто вещи продает. Последний вопрос. Я никогда не играл праки или турниры из туалета. Да все играли. Я играл. Все играли, я думал, Анатар тоже играл. Ты че, на толчке посел посрать, нормально, сидишь и играешь. Можно было не вдаваться подробностей. Ребят, пишите в комментариях ваши интересные истории, также подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова